ну если в прошлый раз мы смотрели как работать со светодиодом причем который встроен в плату arduino но мы работаем с платой arduino mega на самом деле неважно с какой платой мы работаем нам главное знать ее распиновку вот это вот самая распиновка она связана напрямую с распиновка микроконтроллера то есть все вот эти вот выходы которые мы видим это все на самом деле выходы микроконтроллера от мега но в зависимости от того какая у нас мега то есть знаем что у нас может быть вот мега 2560 а в принципе бывает еще мега 1280 точно сказать не могу если какая-то разница между ними может быть это связано как с объемом памяти или еще с чем-то на самом деле тоже не важно важно как я сказал уже вот эти самые пины вот есть такие пины они не аналоговые цифровые выводы вводы они обозначаются как и wm то есть широтная импульсная модуляция это значит что с помощью вот этих выводов мы можем управлять различную различными моторами и пользоваться встроенной функцией которая называется аналог райт ну то есть вот такой вот все подобный язык который предоставлен студии средой ардуино айды и он разрешает нам использовать уже какие-то заранее записанные функции высокоуровневые функции типа аналог райт который мы можем указывать конкретный пин допустим мотор пин пускай у нас будет девятым почему выбран именно девятый ну потому что тут есть широтная импульсная модуляция то есть как я сказал чтобы управлять мотором нам нужно ну то есть мы хотим управлять скоростью мотора чтобы управлять скоростью мотора нам нужно задавать какую-то градацию степень еще что-то такое вот в рамках функции аналог райт мы можем от 0 до 255 значение указывать то есть у нас вот такое количество градаций может от 0 до 255 понятно что 255 самый максимум и 0 это у нас самый минимум ну предположим мы хотим создать какое-то приложение приложение какое-то устройство наверно так правильно исполнилось сказать типа миксера которым можно менять скорости режим работы ну вот с чего можно начать надо сначала конечно спроектировать сделать некоторый прототип наш прототип он включает три кнопки по идее если мы зажимаем кнопку то наш миксер должен работать с определенной скоростью наш мотор должен работать в определенном режиме всего у нас три режима ну вот я уже указал что есть какой-то speed flow то есть низкая скорость но предположим 35 это будет низкая скорость в принципе тут на самом деле все зависит от калибровки нам нужно смотреть на то какие электронные компоненты мы используем какое напряжение у нас питание и прочее всякие электронные физические параметры нам нужно учитывать ну вот в качестве самого простого примера как работать не только со светодиодами например мотора вот как раз этот пример я вам показываю то есть у нас вот есть кнопки по идее они должны задавать режим работы но я пока ничего про обработку кнопок не делал они для будущего использования эти кнопки проводами связаны с определенными пинами 5 6 7 так до 5 6 7 и вот к девятому у меня подключен моторчик то есть предполагается что я буду нажимать на кнопки после того ну даже не после того если кнопка допустим зажата у меня мотор должен работать с определенной скоростью также у нас есть транзистор транзистор нам нужен для того чтобы мотор в принципе работал то есть нам необходимо высокое напряжение это напряжение может быть даже не столько напряжения сколько силы тока но я сейчас не буду углубляться в детали работаем скажем так моторов нужно понимать что есть такое понятие как мощность которым который в понятии мощность учитывается и сила тока и уровень напряжения так вот arduino напрямую управлять моторчиком не может для этого нам нужен транзистор и для того чтобы с нашими схемами с нашими компонентами не приключилась никакой беды мы также используем диод ну рассказывать о том зачем нужен диод я особо не буду ну можно сказать что он пропускает ток только в одну сторону то есть мотор штука такая что при его остановке может случиться такое что не только при его остановке когда мы будем крутить пропеллером заденем случайно он может перенаправить если можно так сказать или сгенерировать и перенаправить ток назад что нам не очень нужно поэтому в нашей схеме есть диод что еще можно сказать ну вот наверное в принципе я рассказал все то есть в дальнейшем мы посмотрим как из этой схемы сделать миксер работающий посмотрим какие трудности могут возникнуть ну а пока у нас есть прототип и мы посмотрели что действительно наш мотор работает но в данном случае 5 секунд он работает 5 секунд отдыхает с такой-то допустим скоростью давайте немножко увеличим его скорость так но тут на самом деле проверять особо нечего на самом деле просто показываю что есть такая функция возможности проверки ну и зашьем то есть оплод делаем оплод и посмотрим что станет нашим моторчиком ну вот он стал двигаться значительно быстрее в данном случае пока что стикер ну то есть наклейка смайлик никуда не улетел когда я включал на всю мощность он у меня этот смайлик улетел довольно далеко вообще говоря нужно было что-то сделать с моторчиком у меня нету никаких насадок похожих на миксер возможно я их постараюсь найти но пускай сначала ну в данный момент крутится смайлик вот то есть крутится там пять секунд пять секунд он отдыхает ну давайте сделаем например немножко контраст такой крутится он будет две секунды и отдыхать три секунды посмотрим что произойдет ну вот и прошла крутится отдыхает ну да пять секунд прям чувствуется раз два да прям четко отрабатывает две секунды работает пять секунд отдыхает ну вот так вот он в общем работает опять же говорю надо проверять различные режимы то есть попробуем допустим пятерочку поставить ну давайте наверно тут подольше сделаем десять секунд секунд давайте 8 секунд и посмотрим как он на пятерочке будет работать ну дело в том что мы можем и не увидеть нормальной работы то есть вот мы видим что на пятерочке он не особо как-то хочет что-то делать потому что не хватает ему питания то есть он будет должен работать на какой-то более серьезной мощности ну попробуем 15 ну на 15 в принципе что-то вроде происходит и вроде не происходит ну давайте так помаленечку увеличивать до 20 пускай дойдет вот прошилась вот он помаленьку что-то делает ну постараюсь конечно может быть еще и другие моторчики посмотреть тут опять же мы ни слова не говорим о том какие электронные компоненты мы используем но на самом деле все это очень важно очень важно подбирать правильные компоненты чтобы они были друг с другом совместимыми я на самом деле нашел первое что у меня имеется попробовал собрать вот такую схемку и посмотрел на нее ну и попробовал вернее собрать ее так ну вот на 30 уже должно как-то ну поинтересней работать то есть вот 30 она уже крутится но все равно для миксера конечно это не подходит очень сложно себе представить такой миксер который так крутит то есть нам поэтому вот нам кстати нужны определенные режимы нам нужно понять граничные вот эти вот самые параметры то есть с какой скорости имеет смысл начинать и так далее ну и опять же когда подбираем моторчик нужно примерно представлять что это за моторчик под какими параметрами он работает так далее но это дело в том что это уже все схемотехника и электроника и несмотря на то что мы вроде бы как и работаем с программным уровнем то есть программируем плату arduino микроконтроллер который находится на ней но нам никуда не убежать от электроники и схемотехники поэтому она так и важно поэтому не стоит как-то упускать это в своем образовании то есть если вы собираетесь создавать какие-то проекты цифровых систем неважно программируемая эта система или нет вам все равно надо владеть определенным уровнем знаний и умений в области электроники и схемотехники ну думаю на этом мы закончим следующий раз попробуем довершить проект где-то более совершенным ну и в дальнейшем перейдем уже к новым проектам